Одной из самых обсуждаемых тем планёрки стало ветхое и аварийное жильё. Как заметил глава краевой столицы, эта проблема актуальна для всей страны. Поэтому федеральную программу по расселению решили продлить. Уже составлен график выделения средств из бюджета. Однако дома, находящиеся в особо критическом состоянии, своей очереди могут не дождаться. Там ждать, допустим, 22-го, 23-го, 25-го года, как это у нас непосредственно утверждено программой, а некоторые объекты и не доживут. Поэтому я вас попросил выбрать те, которые уже находятся вообще в состоянии крайней сложности, для того, чтобы мы уже, может быть, на местном уровне принимали какие-то решения, которые позволят нам отселить людей. По вашему поручению комиссионно сотрудниками управления по жилищным вопросам, администрации внутригородских округов, горжилхоза, управляющей компанией ГУК «Краснодар», обследовано 48 аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в период с 2020 по 2024 год. По результатам визуального осмотра выявлено 6 аварийных многоквартирных домов, имеющих худшее техническое состояние. Управление по жилищным вопросам обратилось в Министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой о переносе сроков расселения в этих домах на более ранний срок. Еще один масштабный вопрос совещания касался строительства дорог и ливневок в музыкальном микрорайоне. Для этого администрация начала изымать в городскую собственность участки земли. Подобные земельно-правовые работы ведутся и в микрорайоне Солнечном. Очень много земельных участков, которые попадают в полосу отвода у нас, в проектированной и в последующем строительство автомобильных дорог. Там очень узкие у нас дороги, в основном вообще, особенно и возле введенного детского дошкольного учреждения, планируемая школа. Большая модернизация энергосистемы всего Краснодара запланирована на 2020 год. В разных частях города будут строиться трансформаторные подстанции и протягиваться кабельные линии. Все это повысит надежность электроснабжения и увеличит запас мощности всей системы. Необходимо департаменту строительства, Ганна Петрович, сформировать заявку на последующие переводы. Пусть она будет у нас в НЭСКО электросети. Они тоже должны знать о наших планах по строительству соцобъектов, для того, чтобы при реконструкции своих питающих центров НЭСКО электросети, руководство учитывало уже мощности, на которые мы будем заявляться в 2021, 2022, 2023 году. Ещё один вопрос планёрки – достройка поликлиники в микрорайоне гидростроителей. Остав здания по улице имени писателя Знаменского, которое перешло в городскую собственность, начнут достраивать в 2021 году. Точные сроки завершения работ станут известны после подготовки проекта. Процедура поиска организации, которая это сделает, уже началась. Разработку же проекта завершат в начале следующего года. Денис Сенькин, Алексей Попов, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар».